всем привет подписчики александр снова с вами мы сегодня сделаем обзор нового кафе в котором мы никогда не были сейчас заехали в магазин гипермаркет хаса на трансбалканике и соответственно поняли что надо где-то пойти пообедать так как уже много мест было посещено мы решили посмотреть я решил посмотреть если где-нибудь рядышком интересное место и нашел вот данное местечко подъехав сюда сейчас воскресенье обеденное время два-три часа дня очень много местных людей которые выпивают специализация данного заведения это гриль мясо свинина получается говядина и баранина мы заказали свинью ну мы из турции поэтому хочется по свининке пройтись картошку соус тазики взяли воду меню здесь бумажного нету здесь есть исключительно меню это человек он говорит на английском вроде все такие приятненькие и посетители все пьяненькие вот сейчас посмотрим что нам принесут сколько это будет стоить потому что мы честно говоря даже и не знаем но такое это что-то таверна на районе когда у нас принимала заказ молодой человек официант он сказал кока вам надо мясо пол килограмма килограмм 23 мы соответственно взяли полкило свинины сейчас будем ее пробовать итак заведение называется таверна чина и возможно как-то иначе звучит на местном языке я на своем говорю находится возле трансбалканики ближе к морю к порту во дворах и локацию в описании добавлю очень много местных жителей здесь находится все такие видно а ты хорошо выпивали вчера все сидят выпивают похмеляются встретили настоящего итальянца за соседним столом в луи витоне может быть даже в настоящем а изучал он как будет спасибо пожалуйста на албанском а очень реально много людей я не видел столько людей чтобы в обед где либо были в заведении здесь кстати нету интернета так что это наверное одно из первых албанских заведений где нету интернет и так пока мы ожидаем питание наше я рассказал супруги и поделюсь с вами призабавнейшие истории сегодня с утра изучал местные новости люблю этим заниматься на районах в разных странах и вычитал новость следующую что во влёре в тюрьме из-за того что не умеют корректно якобы считать писать и сверять фамилию нечаянно взяли освободили преступника условно досрочно хотя никто даже преступник сам был не в курсе мы сказали что сидишь пошел вон отсюда вот потом когда соответственно поняли что освободили немножко не того кого надо начальник тюрьмы начала писать звонить данному заключенному бывшему уже до на текущий момент говорить вернись я все прощу у тебя будет полдник и все будешь досиживать нормально не позорь меня пожалуйста перед страной родиной преступник почему-то не хочет поддаваться вот этим просьбам игнорирует его очень сильно и все это пытается там замять по своим связям через канал мвд пытаются задержать заново этого товарища обратно соответственно вернуть на нары такая вот забавная история была написана в местный блюра таймс и так нам принесли еду нашу салата здесь сыр немножко свиных ребрышек картошку при много хлеба всякого будем есть и заодно расскажем как это на вкус и так когда нам принесли нашу еду получилось хлеб тазик салата картошка free визуально не очень много мяса потом был еще такая тарелка закускает что-то типа средний между сметаной и сыром и когда мы это увидели подумали что чуть маловато заказали на самом деле когда мы сейчас почти доели это мы поняли что два взрослых сильно наелись ребятенок у нас особо много не ел он съел несколько кусочков мяса картошку фри салатик и вроде бы не голодный в принципе вот то что мы заказали для взрослого большого дяди и тети и ребенка это нормально всегда можно заказать имейте ввиду что когда вы заказываете что-то из гриль то вам придется ожидать когда это приготовят это как раз было связано с с братьями заняли когда мы были там тоже долго готовили и здесь готовили не так долго наверно в два раза быстрее но все равно 20-25 минут вы будете ожидать мясо но в это время вам принесут какие-то простые сыра картошку салаты и можно будет утолить голод сейчас на улице где-то 30 градусов поэтому имейте ввиду что сильно есть не очень хочется переедать тоже но не очень комфортно будет себя чувствовать далее поэтому заказывайте приблизительно такие же вот порции как и мы и будет вам счастье если хотите побольше поесть мясо ну заказывайте больше но я вас предупредил по вкусу что могу сказать вкусно хорошо свежее с пылу жару свежее мясо при нас вот прям сейчас недавно заходил мужчина привез килограмм 20-25 еще мясо здесь очень много людей это хороший показатель что местные люди здесь обедают ужинают и похмеляются поэтому смело рекомендую это заведение как я говорил ранее карты здесь заплатить нельзя вай-фай здесь нету но здесь вкусно душевно ну и те кто любит мясо добро пожаловать и так принесли счета счет на 1300 лет к столика за баночку лимон суда и того 300 сала 200 сальчик осет как отворожный сыр 200 картошка free 200 и 400 лет за 400 грамм видимо у нас свинины вкусно недорого заходите хочу отдельно поблагодарить всех наших подписчиков кто пишет комментарии ставит лайки или дислайки мы видим какую-то обратную связь в принципе мы для вас это и делаем подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны впереди будет много всяких разных интересных и не очень видео про албанию и жизни до новых встреч